Хорошие новости! Это Poco X6. В России его цена начинается от 27 тысяч рублей. И это без преувеличения один из лучших смартфонов за эти деньги. Причем просто взял, пошел и купил. Но в кадр влетает Poco X6 Pro. И на Алиэкспресс он стоит ровно те же 27 тысяч рублей, а иногда даже дешевле. Отсюда вопрос, а в чем разница? Стоит ли пойти в магазин и прямо сегодня купить X6? Или подождать месяцок и обзавестись вот этим мощным монстром Poco X6 Pro? Сейчас вместе с вами и разберемся. О май гад! Прямо сейчас на экране появилась сравнительная таблица всех характеристик обоих телефонов. Я очень долго ее собирал, поэтому оцени лайком мои старания. В глобальном плане различаются три характеристики. Прошка мощнее, естественно, плюс поддерживает Wi-Fi 6. И у нее более новая версия Bluetooth. 5.4 против 5.3 у обычного X6. Стоит ли это месяца ожидания? Нет. Вопрос, который волнует все человечество. Где покупать телефоны и аксессуары? По низким ценам? Конечно, в Best Magazine. Огромный выбор продукции от известных брендов, типа Apple и Samsung, с гарантией 2 года. Цены ниже, чем у конкурентов, а доставка быстрее, да еще и по всей России. И не нужно долго откладывать на новый телефон с обедов. Можно просто взять кредит на выгодных условиях. Так что, если вам нужен новый гаджет или любая электроника, то ищи ссылку на Best Magazine в описании. Уверен, вы найдете то, что искали и останетесь абсолютно довольны покупкой. И, кстати, все смартфоны из обзора можно купить у них. А всем, кто не пролистал рекламный блог, подарок скидка тысяч рублей на заказ от 30 тысяч по промокоду АВПХаб. Или вы можете получить чехол для iPhone или для AirPods 3 или для AirPods Pro 2. Или ремешок для Apple Watch. Пользуйся! Сперва про общая камера. Она неплохая, фоточки сочные, но не более. Вот сравнение и они реально одинаковые. Что же касается съемки видео и селфи-камеры. Тест записи видео на селфи-камеру Poco X6. И заодно здесь же тест звука. И выглядит картинка действительно неплохо. Освещение хорошее. А по звуку, в принципе, абсолютно тихо. Только системный блок шушит где-то там в стороне. Тест записи видео. И заодно звука на селфи-камеру Poco X6 Pro. Цвета крайне натуральные. Запись выглядит прямо-таки замечательно. Но максимум в 1080p 60 кадров. Никаких излишеств. Хотя даже Tecno POV 5 Pro имеет писать 2К 30 fps. Тем не менее, по звуку шушит только системный блок. Да, это шушит не особо сильно. Он не нагружен. Да и тем более это Лиан Ли. Но так по картинке выглядит прямо-таки замечательно. Но темновато. Наверное, чуть-чуть более темно, чем это есть на самом деле. За программное обеспечение особенно обидно. Почему-то на X6 до сих пор не прилетел HyperOS. Все еще MIUI 14. В то время как на X6 Pro уже полноценная HyperOS самой последней версии. Прилетит, конечно же, и на X6 обычный. Но в целом, я даже не знаю, изменения, ну чисто визуальные. Стала оболочка более такая плавненькая, приятненькая. Иконочки даже не перерисовали, как вы видите. Поэтому особо ожидать здесь нечего. Зато рекламы добавили мое почтение. Кстати, как ее полностью отключить, рассказал в отдельном видео. Аккумулятор 5100 мАч в X6 и 5000 ровно в Poco X6 Pro. Поэтому обычная шестерка работает на 10 минут дольше. Скрин и из PCMark на экране. Звук абсолютно одинаковый, стерео играет весьма неплохо. Но смотрите сюда. У X6 есть 3,5 мм разъем. И это классно. Страшнее и то, что экраны здесь абсолютно одинаковые. Это AMOLED дисплей 6,67 дюйма. И зацените, здесь практически нет рамок. Отличная яркость до 1800 нит в пике и 120 Гц. А вот эта табличка имеет чрезвычайную важность. Это полные характеристики, влияющие на производительность. Snapdragon против Mediatek. Ну а теперь к тестам и в Antutu. Poco X6 выбивает 589 690 баллов. Неплохо для такой ценовой категории. А потом с двух ног врывается Poco X6 Pro и показывает длинный цифровой идентификатор в виде 1 миллиона 300 тысяч баллов. Это просто жесть. На удивление и тротлет, обычная шестерка, сильнее. Snapdragon, ну куда ты? Ну и не сказать, что у прошки все идеально. Ну а теперь посмотрим, как оно будет на практике. И PUBG Mobile на ваших экранах. Игра в представлении не нуждается и сразу к делу. Poco X6 обеспечивает 40 FPS на настройках уровня максимум. Однако открывается и экстремальный режим частоты кадров, то есть 60, но только с самой низкой графикой. Нагрев при этом не превышает 37 градусов, что бы вы с ним не делали. На Poco X6 Pro доступен предпоследний уровень графики Ultra HDR. Вот только вновь максимум при 40 кадрах. Ну что за хрень, а? Однако с минимальной графикой можно получить 90 кадров в секунду. Нагрева нет от слова, совсем снова максимум 37 градусов. А вот это War Thunder Mobile и игрушка свежая, поэтому она может оказаться неоптимизированной под многие непопулярные чипы. Но не в этом случае. На Poco X6 получилось замахнуться на максимум. Однако увенчалось это просадками с 60 до 20 кадров. Переход на высокий вновь не гарантирует стабильности. Просадки до 40 кадров случаются, но нагрев не превышает 41 градус. А вот Poco X6 Pro в режиме максимальной графики обеспечивает 80 FPS. Это уже уважаемое. Отличный показатель, но есть и второй пункт в меню настроек. Трассировка лучей. Выставив этот параметр на высокий, производительность падает до 40 FPS. Однако качество графики, ну прям заметно хорошеет. Удивительно, но и нагрев при этом невысокий. Опять до 37 градусов. Существует такая гонкая, прям уничтожитель смартфонов. Кар Х Стрит. Она врывается с двух ног и 10 FPS. Поко X6 на удивление не способен даже на втором уровне графики из 6 обеспечить достойную производительность. Частота кадров не превышает 30 с просадками до 25. Нагрев при этом невысокий, но и еще хуже себя показывает Poco X6 Pro. Пять, десять максимум. FPS на любых настройках, при этом фризы, артефакты и вообще не отзывчивое управление. Скорее всего игра просто не оптимизирована под конкретно этот чип. Но в будущем вот 100% можно не переживать, это исправят. А пока что так. Последней игрой для теста стала Genshin Impact. Все еще самый красивый и крайне требовательный проект с хорошей оптимизацией. И тут никаких церемоний. Я просто выставил максимальные настройки графики и длительный забег, чтобы вот точно выявить возможность троттлинга. Однако оба телефона справились весьма достойно. Нагрев не превышал 40 градусов, а основную часть времени держался вообще в районе 38. Частота кадров на Poco X6 периодически проседала с 50 до 40, что вообще не критично и если немного опустить некоторые параметры, они даже не сильно повлияют на графику и можно получить полноценное 60. Ну а Poco X6 Pro без танцев с бубном обеспечивает стабильные 60 кадров. То есть получается, что перевес в... Я не силен в математике, но что-то около 700 тысяч баллов разница, пусть будет так. Этот перевес дает что? 10 FPS в Genshin Impact, минус 20 FPS в гонках и открывает чуть более высокий уровень графики в разных играх. Как это сомнительно. Ну серьезно, вот вы видели весь геймплей, вы видели сравнение графики и FPS и что купите после этого? Давайте так, концовку я оставляю открытых, чтобы каждый из вас сделал вывод самостоятельно. Но ценники все время меняются, однако разницы между ними практически нет. Разница лишь в том, что вот это нужно будет ждать на 30 дней дольше. А X6 просто пошел и купил в магазине. Что выберешь лично ты? Или может за эту цену есть еще более мощные смартфоны? Жду примеры в комментариях. Ну а те, кто досмотрел видео до этого момента, пишут в комменты, я красавчик. То есть ты красавчик и под каждым таким комментарием я поставлю лайк. То есть прям полноценное сердечко. Ну и все, до встречи в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok